добрый день ну рассказывайте что вас привело к нам какие у вас жалобы на вашу ровательную собачку что вы хотите у нас собака уже когда то есть уже больше года собаки она не привычена к командам собака вот я племянницу собаку подарила как бы опыта собаки до этого не было поэтому вот посмотрели объявление и обратились объявление где вы нашли объявление так вспомнить и решили заняться дрессировкой так но многие же люди держат собак и дрессировка не занимаются их это вполне устраивает почему такое вот желание собачка маленькая вроде как бы чую дрессировать не ну во первых собака она с родословной вроде как положено ну и потом хочется чтобы она была понимала все равно хотя бы какие-то элементарные команды так вы понимаю не хозяйка собаки хозяйка ваша племянница как вас зовут лиля так это твоя первая собака да как тебе с ней вот она давно у тебя в трехмесячном возрасте вы ее приобрели и вот она девять месяцев у вас какие неудобства она тебе доставляет расстраивает может быть чем чем-то своим поведением или или все нормально да она бесится постоянно грызет что-то ломает это раздражает вам бы хотелось чтобы вы сказали ей запрещающую команду фу и она вот а если вас дома нет тоже и скажет что этого делать нельзя как тогда быть не знаете да как тоже живут же они да и не ломают и не бесится и вам это интересно узнать поэтому вы здесь и я с радостью вам поделюсь своим опытом вот у меня две овчарки дома видите их не видно не слышно да вот это вот бегаль он у меня живет на обучении вот я его дрессирую потому что владельцам захотелось вот такую вот дрессировку когда я ее обучу потом они уже будут пользоваться уже обученной собакой а в вашем случае значит я буду обучать вас дрессировать вашу собаку так вы хотите да научите собаку и сами научиться как это все делается не против да каким бы командам в первую очередь вы хотели бы ее обучить значит чуть-чуть четыре вопроса в первое чтобы ничего не не ломала запрещающая команда фу сидеть и лежать как команды ничего не ломать такой не существует есть запрещающая команда фу по которой собака должна прекратить нежелательные действия какие нежелательные действия это вы решаете сами собака не понимает значит она грызет она думает так и надо она охотник у нее зубы режутся она грызет и ну и вы говорите ай-яй-яй нельзя она дальше продолжает грызть ничего не происходит так я вам говорил лакомство с собой принести нет замечательно так давайте значит вы сейчас поснимайте на видео итак команда фу значит давайте лакомство обучается она сначала на лакомство сейчас я научу собаку вы увидите она жидкая да это же не неудобно и вы не подумали просто вы купите сосиски я тоже что-то про раз не твердого будем тренировать на жидко значит по команде фу собака не должна подбирать с земли ничего иначе она может отравиться и подобрать что-то такое вот вот смотрите на земле лакомство вот мне нужно собаку научить по команде фу чтобы она не брала фу я свое действие подтверждаю свои слова подтверждаю действие все она с первого раза поняла то есть я после фу сделал резкий рывок поводком все мне уже не надо ничего делать я ей куши даю с рук дальше бросаю на нем фу опять подкрепляю свою команду подкрепляю значит действие фу я говорю собака уже отходит уже без рывка понимаете что произошло то есть мои слова подкреплены действиями тогда собака понимает значение этих слов если слова действиями дрессировщика не подкреплены собака не понимает иногда действие дрессировщик неопытный делает неправильно например то есть он делает вот так собака берет фу и собачку оттягивает в этот момент собака не понимает значение этой команды нельзя 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 и оттягивает то есть тем самым мы по команде нельзя желание брать это лакомство наоборот усиливаем мы это желание не отбиваем а наоборот его усилием вот она нельзя то есть чтобы объяснить собаке что это брать нельзя нужно желание брать земли отбить отбить желание в глаголе отбить корень бить поэтому мы должны собаку ударить. Как ударить? Ударить по кадыку поводком. То есть резким рывком сделать удар. Чтобы собака испугалась. Фу! И впредь не брала. И так каждый раз фу! Удар! Фу! Удар! У собаки вырабатывается рефлекс на команду фу! То есть вслед за фу будет удар. Чтобы избежать этого удара просто нужно не брать. Вот она просто фу! Собака включает заднюю и отходит. Я ее за это глажу. Она меня слушается я ее всегда за это поощряю. Если собака не слушается после запрещающей команды берет лакомство, я ее наказываю с помощью рывка. Либо удара. Логично? Да. Все понятно? Все понятно. Ты понятно? Попробуешь? Ну да. Ну да. Давай. Я тебе буду сейчас подсказывать. Бери поводок. Разбрасывай лакомство на земле. Раскидывай. Удерживай сначала за поводок ее, чтобы она не взяла. Достань одну шамешку себе. Все. Отпускай и говори фу. Она смотрит на меня и я... Она видит во мне учителя. Надо, чтобы она в тебе учителя увидела. Ну, Жуля, Жуля, смотри. Фу! Значит, что сейчас произошло? Ты сказала запрещающую команду не властным тоном и оттянула собаку. То есть, неправильно уже. Как вот я говорил, что неправильно, так она и сделала. Потому что я знаю, что неопытные дрессировщики все так и делают. Они жалеют собаку, чтобы ей не было больно. Вот. А потом, когда собака съедает что-то нехорошее и погибает, тогда вот действительно жалко нам становится. Поэтому лучше сейчас мы через эту ложную жалость перешагнем. Сделаем собаке больно с помощью рывка поводка, чтобы потом она не погибла, подобравшись, что-то нехорошее и не отравилось. Итак, представь, что это протухшее какое-то вот заглистованное там мясо, которое вот собака нашла на улице. И тебе, у тебя поводка нет, допустим, ну, собака сорвалась с поводкой, и тебе голосом нужно остановить. Как ты крикнешь? То есть ты знаешь, что если она это она съест, она умрет. Как ты будешь кричать? Ну, грозно. Грозно. Ну вот давай, я буду злой дядька, который хочет твою собаку украсть или отравить. Фу! Не верю. То есть если бы, вот сейчас поводка бы не было, давай, сейчас оббери поводок. Вот, допустим, вот она. Как ее кличка? Джулия. Джулия. Я, допустим, не знаю, что она Джулия. Лайма, 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 лайма. На, на. Джулия фу! О, уже. Уже, уже, как бы, вот, вспомнил, вот, уже, вот. Но, опять же, мы вырабатываем рефлекс на команду фу, а не на Джулия фу. Поэтому просто фу запрещаю. Если мы говорим Джулия, у нее с командой, с кличкой Джулия, обычно как мы делаем? Вот. Джулия, 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 Джулия. Джулия, Джулия, Джулия. Она ест. Кушай. Свак сытая, наверное, что ли, капитан. Вот. Ага. Давай. Без поводка сейчас. Ага. Джулия, Джулия, Джулия. Не хочет она обучаться, скажет. Или поняла, что уже с одного раза. Я ей объяснил, что нельзя брать. Видишь, не берет. Хорошо. Теперь давай мы научим ее брать не с земли. С земли она поняла, что брать нельзя уже без команды. Потому что ей два или три раза сделал довольно-таки больно. И собака во избежание этой боли проявляет послушание. Теперь я попробую ее отравить с руки. Ты теперь держи за поводок. Вот. Возьми себе лакомство. Вот. Теперь собака знает, что у тебя лакомство и что есть у меня. А я буду плохой дядя, который хочет твою собаку отравить с руки. Я сейчас буду держать пальцем, чтобы она не взяла. Ты говори команду фу. Что нельзя этого брать. Если собака послушается, ты дашь ей свое лакомство. А если собака не послушается и возьмет, ты дернешь за поводок. Задание понятно? Фу! Фу! Задание не совсем было понятно. То есть ты собаку и наказала, и похвалила одновременно. Собака не поняла, что такое фу-фу. Это значит не бери, иначе будет больно. Не бери, иначе будет больно. А если ты меня послушаешься и не возьмет, то я тебе дам с руки. Вот. Собака, ты говоришь, не бери, иначе будет больно. Собака продолжает тянуть. Она ее наказывает и тут же поощряет. Собака, что в этот момент понимает, можно брать или нельзя после команды фу? Она думает, что можно. Меня и накажут, и потом еще и мясо дадут. Значит, мясо свое даешь только в том случае, если по твоей голосовой, запрещающей команде фу, собака не берет. И тебе дергать не надо. Бери кусок для поощрения. Он будет у тебя в крайнем случае, потому что собака еще пока не обученная. Джуля! Все, поводок ослабь, запрещай. Фу! Фу! То есть смотри, была команда фу, собака продолжала есть, она не стала ее наказывать. Опять пожалела, стала продолжать команды делать. Угу. Если после запрещающей команды фу, собака продолжает есть, нужно ее сразу же наказывать, а не повторять команды. Готово? Видишь, сколько тонкостей на одной команде фу, и казалось бы, все понятно, все понятно, сколько ошибок делаем. Море ошибок делаем. Потом удивляемся, почему собака нас не слушается. Потому что мы думаем, что мы ее воспитываем, но на самом деле у испытания не происходит. Готова? Фу! Вот, сейчас собака отвернулась, послушалась ее, а она ее за это наказала. Ну, не успеешь же все заметить. Ну, мы сейчас учим. Я маму твою учу, чтобы она поняла, а потом тебя. Ты не обижайся. Это обучение, ну, если, вот вы чем, кем работаете? Инженером. Инженером. Ну, ты мне сейчас создай какую-то инженерную работу, я так же буду, как вот ты вот в лужу сяду. Не, это обучение. Это обучение. Маму пока, не тебя. Ты в качестве. Вот. Смотри, сейчас еще раз. Если собака после голосовой команды не берет, ты даешь. Если берет, дергаешь. Джуля. Фу! Вот. Пятерка тебе. Молодец. Вот. После многократных ошибок и исправлений мы пришли к желаемому результату. Собака послушалась, получила поощрение. Еще раз бери, давай закрепим это. Вот. С пола не разрешай подбирать. Все, что на полу, это уже будет я. С этого момента. Лайма. Фу! Фу! Опять повторю команды, опять прошлая ошибка. Фу! И смотри сразу. Смотри внимательно. Давай, команды. Фу! Вот. Не давай. Все. То есть метод кнута и пряника. В зависимости от того, как собака себя ведет, мы делаем либо пряник, либо кнут. Либо пряник, либо кнут. И это на протяжении месяца мы это делаем. Только через месяц у собаки сформируется четко. Фу! Не беру. И сразу смотрит в карман. Я же не взяла, я послушалась. Дай мне лакомство. Вот. Взяла лакомство? Все. На. Не надо было давать. Мы даем лакомство с руки только за послушание. Сейчас мы учим ее слушаться. Выполняя запрещающую команду. Итак. Фу! Фу! Опять прошлая ошибка. То есть повтор команды и запоздалое наказание. То есть человек видит, что после запрещающей команды собака не слушается. И тянет с наказанием. То есть фу! А у тебя рука уже должна быть готова. Собака после фу должна сразу, сразу, по первому требованию убрать нос. Не по второму, не по третьему, не по пятому. По первому. Это цель дрессировки. Научить собаку слушаться по первому требованию. Готово? Командуй. Фу! Отлично. Но было сейчас не удар по шее, а был такой толчок. То есть ты не резко дернула, а оттянула опять собаку. Быстро, но все-таки оттянула собаку. А нужно делать, ну, вот так, чтобы собака почувствовала. А ты делаешь, что? Вот так, поняла? То есть, как будто вот, ну, комара ты хочешь убить у нее на шее. Представь, что комара, тебе нужно его успеть с помощью вот рывка прихлопнуть. Поняла? Лакомство есть? Да. Давай. Фу! На тебе еще. Значит, команда фу, таким, знаешь, старайся резким, то есть напугать как бы ее. Понятно, чтобы ей... Ну, толще было. Фу! Ага. То есть опять было резкое подтягивание. Научи, научи сейчас, дергай поводок, сейчас тебе научу. Давай. Фу! Давай. Ага, ложи. Командуй. Фу! Фу! Вот смотри. Вот, смотри. Вот, отпусти. Вот, двумя пальцами. Вот такой звук должен быть. Давай, гадим. Ага, отлично. Чуть-чуть послабее. Ага, вот все. Командуй. Фу! Видишь, надергали, она уже знает, что после фу, фу, тынь, фу, тынь, фу, тынь, фу, тынь, фу, тынь, у собаки вырабатывается рефлекс. Это как у Павлова. Миска, лампочка, миска, лампочка, миску, не даем лампочку, включаем, у собаки слюна выделяется. Помнили? Угу. По школе. Так же и здесь. Так же и здесь. То есть то же самое. Голосовая команда, это лампочка, а это миска. Видишь, я предлагаю, собака уже осторожничает. Она уже начинает без команды хозяина понимать, что этого делать не нужно. Да. Очень умная собака. Вот, поэтому вы должны соответствовать вашей собаке по обучению. То есть нужно в первую очередь обучиться владельцу собаки. Вот. Так. Ну, давай еще раз закрепим. Команды. Команды. Фу. Все. Карни. Собака поняла. Теперь возьми камеру. У меня руки чуть грязные. Руки чуть грязные. Сейчас тебе салфеточку дам. А, вон. Оторви вон салфетку. Ага. Внутри сюда брось. Сейчас получим то же самое у вас, чтобы вы потом могли уменьшить свое, если что, дома самостоятельно подкорректировать. Джули. Уберите лакомство. Там вот ближе дальше, это вот это вот так вот можно делать. Вот смотри. Так, красота. Ага, берем поводок. Приготовились. Я начинаю ее пытаться соблазнить. Джулия. Вот она лизнула, но лизать она не должна. Вы должны по своей команде уже предупредить ее, что это делать не надо. Джулия, командуем. Не успели скомандовать. То есть по моей строгой команде с командуем она уже... На. Ой, что-то я уже смотрела. Ну, сейчас, дерните ее за поводок, успокойте ее. Фу. Сейчас, успокойся. Неправильно. Нет? Неправильно. В смысле, вот так же? Фу, и то же самое. То есть запрещать. Фу, и дернуть. То есть ее... Фу. Да. Фу. Видишь, она перевозбудилась. Все. Фу. Ага. Все. Вот успокоилась более-менее. Тогда можно ее порвать и дать лакомство. А когда она вот так вот, ну, балдеет на уроке, так вот, племянница сказала, бесится, это тоже можно командой ее прекращать и рывком поводка. То же самое. Давай. То есть до того, как лизнуть, то уже должна была с командой. Готово? Ну, погладь ее, дай лакомство. То есть собака без команды дрессировщика уже знает, что брать чужие руки нельзя и за это нужно... Молодец, молодец. Сейчас я подброшу ей лакомство. Ха. Джулия. Поводок расслабил. Фу. Вот это вот не нравится мне. Это фениград, науки, балдеет ученика. Вы никак не реагируете. Пластой учитель, не строгий. Фу и рывок сделайте. Уже я второй раз говорю. Фу. Вот, нет, плохо. Фу. 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 Вот, видишь, она как вот ее строгий. Фу. О, дала лакомство. Собака послушалась. Все, держи еще. Рывок, рывок можем работать. Уже, если собака нос там продолжает возле лакомства, то есть уже дергать нужно. Опять жалеешь собаку. Фу. М? До того, как я предложил, уже можно сдавать запрещающую команду. Запрещай. То есть не бери. Запрещайте. Запрещайте. Подождите, дергать не надо. Мы еще ее никак не проверили. Будут набрать. Запрещайте. Фу. Фу. Зачем повторили команду, когда надо уже было дергать? То есть после запрещающей команды собака берет, надо наказывать. А вы тоже самое наказали, похвалили. Те же самые ошибки. Там смеялись, с камерой сидели, то же самое повторяй. То есть эта наука довольно-таки сложная. С виду кажется, что все просто и логично. Когда до практики дай ходит, не тот момент дернули, не так сказали, не то. Фу. М? Не даем. Фу. А вот собака отвела нос. Вместо того, чтобы лакомство дать, вы... Сейчас не надо лакомство. Давайте. Сейчас еще раз. О. В этот момент давайте. То есть я предлагаю, собака нос отворачивает. Все. Ну что-то она уже понимает. Ну. Собаки учатся намного быстрее. Они и живут быстрее. И учатся быстрее. Чтобы человека выучить нужно 10 лет в школе. Собаке достаточно 2-3 месяца. Чтобы она сволоку дарсировать. Значит, теперь... Значит, смотрите, как дома делать это самостоятельно. Кушай. Кушай. Фу. Убрали. Кушай. 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 Фу. До этого, казалось бы, вроде собака все понимала. Сейчас я ее по инерции даю. Она после фу все равно продолжает. То есть не обученная собака. Должно быть время. Она может понять сразу, а закрепить урок. Нужно время. Кушай. Видишь, по команде кушай, она сворачивает. Кушай. По команде кушай, собака не должна бояться. Она должна кушать. Кушай. Фу. О. Села, сидит, ждет. Я тогда убираю. Скарбливаю. Кушай. Попробуйте. Два куска даем, третий не даем. Кушай. Кушай. Фу. Убрали. Скормили. Кушай. И вот нам надо сейчас добиться, чтобы без рывка собака по слову перестала кинуться. У меня это с третьего раза получилось. Два куска кушай, а третий фу. Кушай. Кушай. Поласкивай так, ага. Построже. Построже, фу. Фу. Вот не надо было дергать уже. Видишь, не надо. Убрали. Скормили. Кушай. Скормили. Зурай, зурай, кушай. Угу. Запрещали. Фу. Угу. Скормили. Кушай. Все. Джуля. Джуля. Фу. Прыгать не разрешит. Угу. Кушай. Угу. Фу. Угу. Угу. Кушай. Молодец, молодец. Все. Вытирайте руки. Меняйтесь местами. Камеру забирайте. И сейчас. Держи. Лимянничку. Так, так, так. Вот. Вот эту. Угу. 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 Держи. Так же. Два пуска. Кушай. Третья пуска. Кушай. Кушай. Фу. руку не нужно правую дергать ни в коем случае ты ее как держишь так и держи чтобы собака могла взять наказан только левой рукой в которой поводок а то руку тут держи то есть держи чтобы она могла взять убери сейчас за спину скарми 2 2 кушай убери за спину вот и держи чтобы собака могла отлично убирай скармливай уши полоской нам надо научить собаку чтобы она по словесной команде слушался не по рывку поводка сейчас никакой команды не было поэтому она и не знает и ты после команды фу не готова видишь рука у тебя как она должна у тебя быть сзади в состоянии рывка ты если она потянется ты ее не сможешь наказать это поводок натянут вот-вот в этом же состоянии тоже тоже и фукать надо команды кушай фу нет одновременно на газ и тормоз если надавить на автомобиль она неправильно то есть либо кушай либо фу то есть из-за спины достаешь и уже говоришь кому нельзя одновременно сказать кушай и не кушай что сейчас получилось либо кушай либо не кушай а то она кушай не кушай кушай не кушай должна быть паузу хотя бы секунды три кушай не кушай что собака выберет она в любом случае получит фу 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 ф так все вытираем руки докормить молодец молодец хорошая команда фу ее сначала учим вот с помощью лакомства также мы можем по команде фу научить собаку выбрасывать игрушку хорошо не играет она в перетяжке с вами играет давай попробую сейчас разыграть и нам надо научить чтобы она по команде фу тоже отдавала игрушку не хочет она играть в тряпочки ладно так ну в принципе вот принцип такой же если собак игрушка в пасти вы команде даете команду фу если она не отпускает игрушку вы не выдергиваете у нее из пасти эту игрушку учите ее осознанно отпускать если она не отпускает то же самое фу и вот такой же рывок либо вот так пока не отпустит отпустила опять поиграли сейчас она не расположена играть ну просто может быть так то же самое если собака бесится дома пусть она бесит живет у вас какое-то время с поводком вот прямо с этим поводком вот она бога только вот она разбесилась сказали фу если собака продолжает беситься взяли ее то есть всякий раз ваша фу должно сопровождаться действиями направленными на прекращение собаки безобразие если после вашего фу никакие действия не происходит это для собаки пустой звук мало того что она привыкает эту команду игнорировать и у вас получается дискомфорт и так с фу более-менее разобрались дальше какие еще жалобы сидеть лежать вы хотели ее научить да? ну вообще если честно лучше чтобы она ночью лает из-за ничего просто так вот это тоже запрещающая команда фу и она должна сопровождаться действиями направленные на подавление лая обычно это вот такое действие то есть вы среди ночи собака лает говорите фу она продолжает лаять вы скакиваете с дивана берете ее так фу опять опять лаять опять фу если не понимает фу можно добавить вот более такое вот жесткое такое по попе ремешком то есть фу эта команда на прекращение нежелательные действия она всегда должна сопровождаться для собаки неприятностью или болью если ребенок не слушается родители его наказывают если он еще продолжать не слушается они наказание усиливают когда только ребенок понимает что этого делать нельзя они его поощряют вот собака еще раз дома вот грызет или там у вас не слышится не слушается просто потому что она привыкла жить своевольно по своей воле как ей нравится и вы не указ для этого очень хорошее упражнение на выдержку в этой выдержке мы показываем собаке свой авторитет вот даю команду сидеть нет сейчас обучаем собаку оставаться в ширячем положении до тех пор пока нам это нужно гулять гулять сидеть то есть всякий раз застрыв выдержки я ее указываю руком полотать сидеть Хорошо сиди Сиди Хорошо сиди Хорошо сиди Фул Гулей 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 Выходим Выходим Сволон Это тоже собака Не может находиться в одиночестве И постоянно приходит Наказывает она Лает Фу Но уже команду с ним более-менее выучили В всяком случае Он от помойки нос убирает уже без поводка Следующее упражнение Упражнение на выдержку Для этого также нам понадобится Кнот И естественно пряник Фу Фу Сиди Сиди Фу Вот я ему сказал Фу Чтобы он к ней не лез Он не лезет Фу 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 Вот это пищевик собака Вот это пищевик собака То есть она жадно Ест лакомство И с такой собакой Очень просто И легко договариваться То есть у него есть мотивация Фу Фу сидеть хорошо сидеть то есть эту собаку я поощряю а эту наказываю за то что не сидит сидеть 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 хорошо сидеть хорошо сидеть за послушание я их кормлю хорошо сидеть вот он сорвался я ему не даю хорошо сидеть она сорвалась я ее наказал ему дал сидеть сидеть поводок бросил демонстративно а этот сидит потому что он знает что ему дадут за это а это не знаю сидеть поэтому я эту продолжаю учить и этого тоже напоминаю сидеть сидеть нет фу нет сидеть 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 фу сидеть вот обыкновенная простая команда сидеть а сколько приходится фу хорошо хорошо сидеть хорошо сидеть хорошо сидеть если собака лакурство не берет мы ее просто механически отглаживаем сидеть 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 она гнет свою линию партия свою сидеть моя задача моя задача научить ее оставаться в стоячем положении ее задача хорошо сидеть нет сидеть я иду ее наказывать хорошо сидеть нет сидеть нет сидеть сидеть даже если собака садится ложится все равно я ее наказываю за изменение положения хорошо сидеть хорошо сидеть 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 садится вот хорошо сидеть хорошо сидеть и вот уже на фоне немного обученной собаки уже видно чья собака проходила какое-то обучение фу где сказал фу ему все равно перестал нюхать сидеть 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 чем пахнет заботой и лаской молодец сидеть чем пахнет заботой и лаской сидеть сидеть хорошо сидеть Красавица какая. Сядь, сиди тоже. Сидей. Сидей. Вот урочки. Сидей. Хорошо сиди. Сидей. 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 Гуляй. Хорошо. И вот теперь у нас перемена. Теперь можно... Арчик. Ну конечно. Баблица девки не отбежит. Иди сюда. Арчик. Фу. Арчик. 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 Ну что ты не видел что ли? Таких собак красивых никогда что ли? А? А? Фу. Арчик. На. Ай. Ай. Хорошо. Хорошо. Ай. Поиграй. Арчик. Ай. 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 вот так собака должна игрушку чётко дай а грн в 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 арена в в в в в в в Сидеть! Ты сам фетку утирай Кто успел? Это наверняка Джулина Да нет, Джулина вот здесь была пока Да? У него голова может на моей ноге лежала А я что-то не смотрю Я думала это собака здоровая вообще ее загрызет Что-что? Я думала это здоровая собака вообще ее загрызет Ага, ты видишь как они все команды знают Ну это я Ох Рук Беля, разреши Здравствуйте Алло Привет Че? Ну мне еще не звонили Ну мне еще не звонили Ну ладно, пойдем Поможешь Я теперь перезвоню потом Ну не знаю, давай чуть-чуть позже перезвоним У меня еще не звонили Сидеть Да Нет, пошли Сидеть Мерный шум Сидеть 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 Ну вот первое занятие уже И результаты Смотри какая дресса Блин Молодцы 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 Фу Это хайник, а? Бабник